Всем привет! Меня зовут Настя. Мой рассказ будет про чистые метки для машинного обучения. Может быть, кто-то из вас слышал про ChatGPT. Утверждается, что большая доля успеха ChatGPT заключается в том, что он обучен на крайне чистых данных. Сегодня постараюсь вам рассказать про эффекты чистых данных в других приложениях, не только в больших языковых моделях. Кто же я такая? Я работаю в Яндексе уже почти 10 лет и во многих местах Яндекса успела побывать за это время и разными вещами позаниматься. Успела поделать метрики, поделать датсайенс, пообучать модельки машинного обучения, писать статьи и поделать немножко ресерча. Делала это все в разных отделах. Сначала в антиспаме, потом в Киево в поиске занималась ранжированием колдунчиков, потом немножечко помогала в ТЛАКЕ и сейчас в последнее время работаю в Алисе и в отделе НЛП, руковожу группой аналитики и распознавания синтеза. Что же я сегодня вам расскажу? Сначала расскажу, какие вообще метки и какие данные бывают, какой степени грязности, потом дам несколько советов по очистке этих меток и потом расскажу много историй с собственной практики про то, как очистка меток помогала обрести профит в машинном обучении и в качестве модели. Метки. Значит, какие бывают метки? Метки бывают очень всякие разные. Бывают метки, собранные от людей, например, на ТЛАКЕ или в других сервисах краудсорсинговых. Бывают метки, собранные из капчи, бывают метки из разных сервисов напаршенные, бывают медицинские исследования и какие-то приборы в них. В общем, много всякого, всего разного бывает. Я попыталась здесь структурировать, какие метки бывают. Бывают готовые датасеты, которые кто-то за вас собрал, возможно, почистил и выложил в интернет платно или бесплатно. Например, есть репозиторий датасетов, который называется UCI. Или кто-то решает, ну, это артефакт какой-то задачи человеческой, кто-то решает задачу перевести книжку с английского на русский и образуется книжка на русском, книжка на английском, можно на этом обучать машинный перевод. А вторая группа — это user-generated content. UGC — это все, что делает человек в интернете, оставляет какие-то отзывы, на реддите, там комментарии пишет, справочники заполняет фоточками и так далее. Тоже можно использовать в качестве данных и меток. Третья группа — это данные, полученные от людей. Обычно они получены от людей за деньги. Есть какой-то сервис, например, Толока, куда человек может прийти за подработкой, выполнять простые задания, размечать, где котики, где собачки. И ему заплатят деньги обычно. Сюда же я отнесла reCapture. ReCapture — это когда юзеру, который мы подозреваем, что это робот, мы показываем ему задание, в котором мы на часть вопросов знаем ответ. Например, мы показываем ему много картинок и просим выбрать там картинки с велосипедами. Вот. И на часть он отвечает, мы проверяем, правильно ли он ответил. На часть он отвечает, мы про них ничего не знаем, но в зависимости от того, правильно ли он ответил на те задания, про которые мы знаем правильный ответ, мы используем или не используем в качестве меток все остальные его ответы про велосипеды. Следующая группа — это implicit user feedback. Это неявный фидбэк от пользователя, то есть пользователь что-то делает в нашем сервисе, а мы как-то интерпретируем его поведение. Например, он кликает, а мы считаем, что его клик — это показатель релевантности результата в поисковой выдаче. Или он лайкает музыку в рекомендовательном стриме, и мы считаем, что это сигнал того, что трек ему понравился. Ну и, наконец, группа псевдометок. У вас есть уже какая-то модель машинного обучения, вы ею размечаете свои данные, получаете какие-то метки тоже, которые можно использовать для машинного обучения. Какие же причины могут быть грязи в наших датасетах в зависимости от того, к какой группе они принадлежат. С готовыми датасетами, с user generated content и с псевдометками в целом понятно, насколько хорош ваш email, который предсказывает псевдометки, настолько, собственно, точны ваши метки. С UGC тоже понятно. Если у вас есть поле на вашей страничке соцсети, где можно ввести дату рождения, это обязательно будут люди, которые ведут дату рождения 1835 год. Интересно про крауд и про фидбэк от пользователей. В крауде два типа проблем. Первый тип проблем – это люди, которые намеренно обманывают систему, пытаются там просто денег себе накликать. Вот они могут рандомно кликать, не могут писать роботов, что-то изрешенное делать. Ну, в общем, результат этого – это грязные метки. Вот. Вторая группа – это просто честные ошибки. Пользователь не очень понял инструкцию или честно устал, ошибся. Тоже какой-то шум вносит. Что же в фидбэке от пользователей? Ну, понятно, что насколько хорошо мы интерпретировали фидбэк, настолько хороша наша метка. Если мы ошиблись в интерпретации, то метка будет грязной. Второе, с чем я часто сталкивалась в своей практике – это проблема в логировании. Например, у вас есть несколько версий браузера, и вы логируете клики из этих разных версий браузера, и в одной из них, какой-нибудь старой или какой-нибудь новой, что-то по-другому с кликами происходит, и они выглядят, там, один клик выглядит как 30 кликов. То же самое может произойти, если вы вдруг переезжаете на новую версию логирования, вот, и вам тоже нужно все, ход ваш переписать, который все парсит в метке, и аккуратно разбирать все кривые случаи, все версии логирования системы вашей и так далее. Следующая группа – это выбросы. Выбросы – это даже если все хорошо, считаем, что с логированием все унифицировано, все равно могут быть разные группы пользователей. Например, есть пользователи, которые как-то очень странно себя ведут, возможно, это даже не живые люди, возможно, это какой-то очень странный юзкейс, например, колонка с Алисой стоит в отеле. Там сильно больше запросов, там они очень сильно отличаются от просто обычных запросов, которыми пользователи общаются с колонкой дома. И это все может перекашивать тоже ваш таргет. И, наконец, если что-то сломалось в фиче, по которой вы получаете метку, то метка тоже сломается. Например, вы считаете, что кнопка расположена там, то и она такого цвета, она вдруг стала прозрачной, куда-то переехала, и все ваши клики, весь ваш таргет тоже переехал. Рассмотрим клики. Вот один из популярных способов интерпретировать поведение пользователя. Есть исследования, которые изучают, насколько клики все-таки чистые, и они утверждают, что 53 процента кликнутых документов строго релевантны. Вот если ослабить понятие релевантности, то, как на картинке, 85 процентов документов слабо релевантны. Получается, что доль шума, в зависимости от того, чего считают шумом, она разная, но она велика. Не только у кликов такая доля шума может быть у других меток, полученных из других источников, тоже она может быть разной, и другие исследования изучают, как уровень шума в метке влияет на качество итоговой модели, обученной на таких, такого рода шумности метках. Вот, например, кривая, где q равно 0,5, это означает, что в среднем качество меток, как у кликов, 50 процентов. И вот мы видим, что на маленьком датасете Mushroom, как мы не увеличиваем количество примеров в датасете, как мы не растим выборку, на которой мы обучаемся, accuracy классификатора обычного на такой выборке, на таких метках не растет, она тоже на уровне 50 процентов колеблется. Если же уровень точности в наших метках уже достигает, например, 80 процентов, то мы видим, что с десятка примеров мы уже достигаем accuracy классификатора даже большего, чем 80 процентов. И также мы видим, что при таком уровне качества меток, идеального качества классификатора accuracy 100 достигнуть практически невозможно, как не увеличивая выборку. Вот, и возможно только если у нас качество меток тоже изначально выше, чем 80 процентов. Как понять, что у вас грязные данные? Ну, во-первых, скорее всего, да, они у вас грязные. Большинство классификаторов, большинство моделей обычно на грязных данных и не всегда от этого страдают. Во-вторых, можно взять часть ваших меток и разметить их и понять, насколько они чистые. Не всегда это возможно. Например, если ваша метка – это длина просмотра и ваш email – это рекомендательная система, которая рекомендует видео по длине просмотра. Вот, есть еще косвенный способ. Вы можете пытаться пробовать улучшать вашу модель, пробовать разные архитектуры, увеличивать количество данных, все что угодно, а к результату это не приводит. Вот, это, возможно, сигнал, что вы уперлись тут уже в качестве меток и нужно с ним работать. Вот, что же делать, если вы обнаружили себя в ситуации, когда метки у вас грязные? Можно ничего не делать и полагаться на заложенную некоторую устойчивость алгоритма обучения. Вот, многие модели, они изначально устойчивы к каком-то уровне шума и с ним тоже умеют работать, как мы видели на картинках ранее. Вот, в том числе всякие кастомные лоссы, бэггинг, плюнинг и так далее. Второе, что можно делать – повышать точность меток. Вот про это сегодня и расскажем. Сконцентрируюсь я на повышении точности меток в крауде, потому что в фидбэке от пользователей в целом понятно – почините логирование, уберите выбросы и все будет лучше. Вот, а во-вторых, в фидбэке от пользователей очень сильно все зависит от того, откуда именно взят фидбэк и что именно это за сигнал – все очень индивидуально. В крауде же есть универсальные алгоритмы, как получить хорошие классные метки. Вот, напомню, что такое крауд. Это люди, которые подрабатывают, неопытные обычно работники, не специалисты, называемых талокерами или есть еще асессоры – сотрудники Яндекса. Они выполняют простые задания, у них есть инструкция, они тренируются и потом они приступают к боевому полу. Сколько-то за пучок меток мы сколько-то центов платим нашим работникам. Ограничение такое, что там, туда можно посылать любые задачи, где справится человек. Бывает задача, где человек не справится. Например, если нам нужно различить два голоса двух разных, но похожих женщин, возможно, родственниц, то человек, который этих женщин никогда не слышал, скорее всего, попарив раз от этой женщины, не скажет – это Лариса или это Снежана. Так как-то выглядит интерфейс талоки, там есть задания, их можно выбирать, в задании можно кликать кнопки и смотреть какую-то дополнительную информацию. Вот. Как же добиться хорошей разметки краудом? Два столпа есть. Первое – нужно хорошо обучить работников. Желательно декомпозировать задачу и сделать задачу очень простой. Например, если вам приходит какая-то в голову сложно сочиненная метка, лучше вот прям так эту метку не переводить в задание для человека, лучше сделать его проще. Второе – нужно написать полную, но короткую инструкцию. Она должна не отталкивать человека от выполнения этого задания. Из практики инструкцию читают, дай бог, половину исполнителей, и мы не хотим, чтобы это число было еще меньше. В инструкции должны быть примеры, она должна быть написана с картинками, с красивым шрифтом, без лишних каких-то деталей. Какие-то корнер-кейсы должны быть описаны, которые помогают дальше исполнителю выполнять задания однозначно. И третье – нужно показать примеры на все случаи жизни, в том числе в инструкции, в том числе в тренировочном пуле. Эти примеры должны помогать дальше человеку понимать, что делать, опять же, в каких-то странных ситуациях. Например, если у вас задание, в котором вы хотите отмечать, есть ли на картинке котик или нет котика, то в примерах или в инструкции нужно обозначить, что делать, если вдруг перед вами лев считать льва котиком, вроде как из семейства кошачьих, или морской котик считать льва котиком, или котик нарисованный, а не фотография котика, или от котика торчит одно ухо. Вот что делать во всех этих ситуациях, желательно как-то описать для человека. Особенно если предполагается, что в данных, которые вы размечаете, таких ситуаций будет какое-то количество. Второй столб – это контроль качества. Контроль качества, мы уже обучили человека, дальше мы хотим допустить человека, которые хорошо обучились до задания и продолжать контролировать, что они не теряют свой навык. Для этого используем экзамен, ханепот и голденсет. Экзамен и ханепот и голденсет – это все примеры, про которые мы знаем правильный ответ. Нужно набрать какое-то количество таких примеров, и по экзамену можно допускать или не допускать человека к выполнению задания. Потом ханепоты можно подкладывать в процессе выполнения задания и по ним мониторить. Например, один пример из десяти из тех, что размечает человек – это ханепот. И по ним мониторить качество исполнения. Или также регулировать, что человек допущен или не допущен к заданию в зависимости от его навыка на ханепотах. Голденсет – это примерно то же самое, что ханепоты, просто разные названия. Вот в моей практике голденсет – это скорее то, почему мы не баним человека, не исключаем его из выполнения задания, а то, почему мы просто мониторим качество выполнения задания. Второе – постприемка. Мы можем выполненное уже человеком задание не оплачивать, а дать дальше каким-то более знающим исполнителям, чтобы они проверили, правильно ли, хорошо ли выполнено задание. И только если оно хорошо выполнено, то мы его оплачиваем и, соответственно, мы его берем дальше в обучение. Можно с оплатой это никак не связывать, просто ввести дополнительный этап фильтрации еще другими людьми уже выполненных заданий. И, наконец, перекрытие. Мы можем одно и то же задание показывать разным людям, нескольким разным людям, либо агрегировать как-то результат выполнения задания в один, например, брать задание, брать вариант ответа, у которого наибольшее количество голосов. Либо, используя вот этот ответ, у которого наибольшее количество голосов, выфильтровывать людей, которые не попадают часто в вот это большинство голосов. Теперь подробнее про перекрытие и способы его агрегации. Перекрытие, во-первых, бывает статическим и динамическим. Статическое перекрытие – это когда один и тот же пример мы показываем всегда фиксированному количеству людей. Динамическое перекрытие – это когда количество исполнителей не фиксировано и от чего-то зависит, например, от ситуации, текущей с набранным количеством голосов. Например, мы набрали больше, чем сколько-то количества голосов за какой-то вариант ответов, тогда мы останавливаемся. Если не набрали, то продолжаем увеличивать перекрытие. Правило остановки может быть простым, может быть каким-то чуть ли не машинным обучением сложным, как угодно. Самый популярный способ агрегировать результаты, полученные в перекрытии – это majority vote. Это как раз вариант ответа с наибольшим количеством голосов. На графике цветом линии изображено качество нашего разметчика. По оси X изображено количество людей, которые размечают пример, то есть размер перекрытия. А по оси Y – полученное качество метки итоговое. Здесь мы видим, что как мы не увеличиваем перекрытие, если качество индивидуального разметчика 0,5, то общее качество метки будет таким же 0,5. Если же качество индивидуального разметчика, например, уже 0,8, то мы видим, что уже с перекрытием 3 мы достигаем интегрального качества 0,9, используя majority vote. И, соответственно, чем выше изначальное наше качество разметчика, тем быстрее мы растем и достигаем еще большего интегрального качества метки. Здесь же также видим, что есть некоторый размен качества на время, на количество. Если мы, например, хотим увеличить качество нашей метки с 75 до 85%, то нам придется увеличить перекрытие в 4 раза. А это означает, что нам нужно будет замедлиться в нашей разметке в 4 раза и тратить денег в 4 раза больше. Этот размер всегда разный в зависимости от того, какое у вас стартовое качество метки. Не только majority vote можно использовать для того, чтобы агрегировать результат перекрытия. Другие два популярные способы – это David Skin и White Hill. White Hill здесь называется Glad. Эти два способа позволяют еще на несколько процентных пунктов увеличить качество итоговой метки. Они используют как раз информацию о том, как часто какой-то локер попадает в большинство голосов, перевзвешивают с учетом качества разметки талокера итоговые результаты, и итоговая метка получается еще лучше. Ну и, наконец, история жизни. Как все эти методы чистки или изначального получения хороших данных помогали мне в практике улучшать модель машинного обучения. Первая история называется 3CAPTCHA. 3CAPTCHA от слова ReCAPTCHA – история про то, как получать еще лучше метки из ReCAPTCHA. Напомню, ReCAPTCHA – это когда мы показываем что-то человеку или, возможно, роботу, и вот в этом что-то есть кусок, про который мы знаем хороший и правильный ответ. И есть что-то другое, про что мы как раз собираем метку. В нашем случае мы собирали метки, собирали правильные аннотации для картинок с текстами. Вот. И известно было, что качество меток с majority vote по фиксированному перекрытию вот в таком сетапе было довольно низким – 70%. Вот. Можно на примерах увидеть почему. Потому что из-за, в частности, из-за того, что много роботов, каких-то автосолверов попадало к нам в поток такой разметки, у нас правильный ответ не оказывался в топе по количеству голосов. Вот, например, в слове going – это всего лишь четвертая строчка, это правильный ответ, а majority vote – это какое-то странное распознавание. Вот. Также здесь приведено распознавание нашего OCR, собственно, для которого OCR – это Optical Character Recognition Model, для которой мы, собственно, такие данные и собирали. Вот. И понятно, почему роботов в этом потоке много, потому что CAPTCHA показывают тем, кого мы подозреваем в некотором роботном поведении. Что же делать с таким качеством метки? Мы решили сделать динамическое перекрытие с ML в скором остановке. Использовали гипотезу OCR, использовали какое-то количество фичей по тому, что уже было введено, по выхлопу OCR, по каким-то парным расстояниям между введенными гипотезами, по накопленному распределению голосов. Обучили такую ML-модель. И если ML-модель нам говорит, что у какой-то гипотезы накопился скор больше, чем порог, то мы останавливаемся и говорим, что эта гипотеза самая хорошая, выбираем ее в качестве аннотации для этой картинки. В итоге мы достигли сильно меньшего среднего перекрытия и повысили качество метки до 90%. И получили в 5 раз больше разметки за то же время, что раньше. Потом кусочек тройна OCR заменили на новый кусочек, полученный как раз таким способом. И улучшили OCR на пару процентных пунктов. Вторая история про распознавание голоса. Есть задача ISR, Automatic Speech Recognition. Есть какое-то аудио, нужно из него получить текст. Для этой задачи нам нужна разметка, где мы также Talker предлагаем аудио и просим его сказать, что за текст он на этом аудио услышал. Есть такая разметка, она в динамическом перекрытии от 3 до 5. Если за 3 голоса мы набираем такую аннотацию, которой больше, чем 2 голоса, мы останавливаемся. Если нет, то набираем перекрытие дальше. Гипотезы, которые нам предлагают Talker, это фразы голосового ассистента. И baseline, это majority vote. Есть также способ склейки гипотез, который называется Rover. Мы его тоже попробовали, он вроде как лучше нам не делал. А другие способы агрегации David Skin and Whitehill, про которые я рассказывала, здесь не применимы, потому что David Skin и Whitehill работают, если у вас известно заранее количество вообще возможных вариантов ответов. А у нас оно в теории бесконечно, потому что это просто тексты. Вот. Например, у нас есть 5 разных гипотез от Talker про прекрасную песню по Gangnam Style. Вот. И в таком случае majority vote нам говорила, что нет вообще-то гипотезы, у которой большинство голосов хоть какой-либо. Потому что у каждой гипотезы по одному голосу. Вот. А мы хотим такую агрегацию сделать, чтобы хоть какая-то хорошая, желательно хороший текст нам в итоге у нас получался. И мы как-то добавляли его в трейд, например, для модели AsiArt. Итак, что же мы решили делать? Мы решили, что можно посчитать фонемное расстояние между парами гипотез и, используя это расстояние, сделать кластеризацию гипотез и считать количество голосов уже у кластера. А потом выбирать на основании количества голосов на лучший кластер, а внутри него на лучшую гипотезу. Так получилось выжать действительно более хорошую гипотезу из тех же данных. То есть мы взяли все исторически размеченные данные с таким перекрытием, переагрегировали и получили более хорошую метку. И использовали ее в обучении, Сара, и улучшили распознавание в том числе. Еще одна история про распознавание. Вот известно, что мы по-прежнему аннотируем отдельный запрос. Тологер слышит этот запрос и пишет к нему аннотацию. И стало известно, что, когда мы исследовали качество итоговых уже переагрегированных меток, стало известно, что для части аудио вообще непонятно, что там сказано. Половина людей слышит там слово минуты, половина людей слышит там секунды. Похоже на историю с синим или золотым платьем. Дальше мы стали исследовать и думать, как же такие запросы аннотировать. И поняли, что если добавить некоторую дополнительную информацию о состоянии устройства, о том, где пользователь находится, какие запросы он до этого задавал, то становится возможным понять все-таки, что имел в виду пользователь и что за слово так и он сказал. Обучили асессоров мы, как опираться на такую информацию, показали им ее. И это тоже помогло повысить качество разметки. И тоже помогло повысить качество распознавания. Еще одна история про ISR, но на этот раз не про крауд, а про псевдо-аннотации. ISR также обучается на псевдо-аннотациях, полученных из каких-то старых версий ISR. Это реальный запрос пользователей. Тот ISR, который в то время работал, он как-то отработал и как-то обезличенно мы это залогировали. Залогировали также взаимодействие то и после запроса. Известно, что эти псевдо-метки не самые чистые. Замерили частоту этих псевдо-меток, решили, что надо найти, как их пофильтровать. Попробовали много юристик и зажгла такая гипотеза, что если после запроса пользователь быстро сказал «хватит» или другой запрос быстро задал, то, возможно, что-то было не так в его взаимодействии с голосовым ассистентом. В том числе, возможно, неправильное распознавание было. Посмотрели на такие запросы. Действительно, качество псевдо-меток на таких сессиях действительно сильно ниже, чем на просто среднем каком-то потоке. Выфильтровали такие сессии из псевдо-меток. Оказалось, что итоговые псевдо-метки стали чище, обучили на итоговых псевдо-метках новую версию распознавания и действительно тоже его улучшили. Теперь история плохая про то, как лучше не делать из-за уже синтеза речи. В синтезе голоса мы хотим понимать часто, в каком конкретном слове была проблема, ошибка в произношении. Для этого сделали разметку, где просто показали человеку предложение, показали ему аудио и попросили покликать на тех словах, на те слова в предложении, в которых он услышал ошибку в произношении. Что же мы получили? Мы получили, что разметка очень несогласованная и качество не очень низкое, потому что толокеру достаточно сложно слушать аудио и параллельно успевать кликать, потом ставить на паузу и успевать кликать или запоминать, что там было в начале предложения, прослушать все предложения, потом накликать все ошибки, которые он услышал. В общем, это сложная и неудобная задача, интерфейс не самый приятный конкретно для этой задачи. И лучшее задание упростить. Ну, собственно, упростили, просто показали какое-то слово и спросили, правильно ли произнесено конкретно это слово. Так толокеру сильно проще и качество разметки, полученное в таком задании, уже сильно лучше. Вот. И еще история, которая не столько про частоту меток, она про много-много всего, но частота меток там тоже есть. Задача. Нужно сопоставить Wi-Fi сеть с организацией, название Wi-Fi сети с названием организации. Есть у нас координаты подключения к этой Wi-Fi сети из какого-то приложения, залогированные. Есть база организации, справочник, Яндекс.Справочник. Вот. Зачем же мы это хотим? На самом деле хотим из этого сопоставления получить посещение организации человеком. Предполагаем, что если он подконнектился к такой Wi-Fi сети, то он сходил в организацию. Вот на картинке можно наблюдать, что это действительно часто правда, там отображены координаты подключения к Wi-Fi отеля Redison в Стамбуле, и как раз, скорее всего, эти люди действительно были в отеле Redison. Вот. Зачем же нам нужны посещения? Посещения, во-первых, на основе просто посещения можно классную фичу сделать, инстаграм какую-нибудь нарисовать, чтобы пользователь знал, когда им планировать посещение этой организации. Вот. Во-вторых, можно использовать это как метки для других моделей, например, рекомендовать другим людям организации, рекомендовать вам организации, предсказывать посещение. Вот. Что еще известно? Известно, что для небольшого процента организации название сети уже есть какое-то, либо заполненное владельцем, либо собранное полевыми талокерами. Вот. И можно это, например, в качестве реализационного датсета использовать. Вот. Ну, а остальные Wi-Fi сети организации как-то надо их имена сопоставить. Вот. Что же можно, как же можно такие метки получить? Есть, во-первых, наивные подходы. Например, можно использовать близость между координатами подключения и координатами организации. Если они недалеко друг от друга, возможно, они друг другу соответствуют. Во-вторых, можно использовать похожесть названий SSID и названия организации. Starbucks Free, Starbucks, какие-то, может быть, регулярки, правила, косинусное расстояние, что-то похожее. Вот. Если использовать наивные подходы, видим, что качество итоговой модели получается не очень хорошим. Например, серая линия, синяя линия на графике. То есть мы достигаем F-меры по таким классификаторам максимум 50%. Не очень хорошие числа. Соответственно, метки по таким наивным авристикам будут тоже не очень хорошие. Вот. Что же еще можно сделать? Можно скомбинировать наивные подходы, сделать их фичами в какой-то модели. Также придумать еще фичей про, например, длину названия, про наличие каких-то дополнительных данных в справочнике. Например, есть ли в справочнике у этой организации еще какой-то URL, веб-адрес, насколько он похож на Wi-Fi, какой тип организации, насколько она популярна. Вот. Мы, собственно, так сделали, обучили модель и получили, что мы можем предсказывать такой моделью с довольно хорошим качеством. Собственно, качество матчинга Wi-Fi сети и SSID. Вот. На картинке это черная линия. Например, там уже эфмера больше, чем 0,85. Вот. И дальше мы проверили также, насколько посещения, полученные по такому предикту, оказываются хорошими. Разослали пуши пользователям, спросили у них, оправдали ли вы были в этой организации. И оказалось, что если брать только посещения, полученные из честного матчинга, а не какие-то предикты посещений, то качество меток 91%. Итого. Что хочется, чтобы вы унесли из этого рассказа? Во-первых, что чтобы получить волшебный ML, эффектный, классный, впечатляющий, суперчистый, то вам нужны чистые метки, скорее всего. Во-вторых, что грязные метки не приговор, тоже нормальная ситуация. Насколько это плохо зависит от задачи. Но, скорее всего, очень грязные метки. Это такой же очень грязный предикт. И вы очень сильно быстро убрётесь в качестве модели. Что же нужно, чтобы получить чистые метки, продумать обучение талокеров и тщательно контролировать качество выполнения задания. А ещё плюс сколько-то процентных пунктов от 5 до 20 в зависимости, опять же, от задачи, вы можете достигнуть перекрытием и хитрыми методами агрегации разных вариантов выполнения задания разными людьми. И что, наконец, повышение частоты меток неизбежно приводит к профиту обученной на них модели. Спасибо. 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 Спасибо.